Супер Конкуайр 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 нормальная подвижность для, повторюсь, тяжелого танка, обладающего вам довольно неплохой броней, и в целом играется вполне себе нормально. Да, вы не летаете по карте, но, ребят, вы тяжелый танк, вы и не должны по этой карте прям совсем бодро и быстро передвигаться. Вы должны спокойно, монотонно подъехать к позиции и начать там отрабатывать. Что касается времени сведения. Ну вот по времени сведения, блин, убежал, ну а давайте в камень хотя бы сведемся. Да, долговатое время сведения, и в таком разрезе кажется, что разброс большой, но орудие вполне себе точное, и отыгрывается, я бы сказал, ну, в большинстве своем спокойно, и довольно редко будет вас разносадовать тем, что не попадаешь туда, куда целишься. Что касается манеры игры на машине, манера игры очень простая. Приехал, нашел жертву, в данном случае блин, в данном случае зарядил голду, потому что хотел более гарантированно пробить товарища, ну и вот я уже перезарядился. В данном случае, как видите, нормальное точное попадание. Да, пускай попал ему немножко левее, чем хотел, но давайте сейчас попробуем еще раз. Как видите, прилетает четко в центр прицела. Это действительно очень классно. Мне лично на коне играть очень нравится. Сейчас попробуем накинуть ему урона, отъехать, и вот пожалуйста, срабатывает наша броня по башне, которая, как я говорил, ну прям выше всяких похвал. Кто тут хулиганит? Надо мне откатиться немножко назад, потому что я так понимаю, что сейчас будут меня разбирать в бортину. Не понимаю, каким образом Шеридан сейчас умудрился не подсветить того хулигана, который мне наносил урон. Возможно, правда, этот хулиган находится прямо на другом конце карты, но так или иначе, довольно-таки странно. Вот этот товарищ, который в меня закидывал. Да. Ну вот так вот, ребят. Опять, даже через практически всю карту я попадаю четко в ту точку, в которую указывает центр моего прицела. Ну, скажите мне после этого, что орудие у суперконя какое-то не такое кривое, косое, я не знаю, или не то орудие, о котором хотелось бы говорить позитивные слова. Мне лично нравится. Ну что, давайте попытаемся немножко продавить. Шикандос. Практически 500 единиц урона на базовом снаряде. Не знаю. По-моему, довольно неплохой результат по выстрелу. Да заберите вы его, в конце концов, с горы, блин. Стоит там, всю игру портит, реально. Ладно, сейчас попытаюсь самостоятельно это сделать. Ааа, в угол дома попал. Не получилось. Так, едем дальше. Поехали кошмарить объекта будем. Адреналин мне в помощь. Ну все, брат. Отстрелялся. Битте. Просим отчалить в сторону ангара. Поехали искать, где там была ПТХ оставшаяся. Надеюсь, я сейчас не отхвачу леща, как только появлюсь в засвете. Но мне почему-то кажется, что он где-то там затихарился и ожидает с любой стороны пришествия наших союзников, соответственно, возможно, на меня внимание не успеет обратить, а я успею в него немножко закинуть. Ну вот он стоит, красавец, выцеливает, ждет чего-то. Не знаю, по-моему, суперски. По-моему, классная тачка и, по-моему, действительно достойна внимания. Машина продолжает играться круто, классно. Машина продолжает быть результативной. Да, возможно, по сравнению с некоторыми другими машинами на 10 уровне кто-то скажет, что далеко уже не фонтан. Но если вы за спокойный геймплей, который приносит вам удовольствие, который приносит вам неплохую результативность по результатам настрела, которая позволяет, простите, танк, который вам позволяет играть не сильно умело и при этом все-таки быть полезным своей команде, суперконь это и он и есть. Это машина, которая прощает огромное количество ошибок. 3213 единиц урона. Что это в разрезе серебра? В разрезе серебра, с учетом прем-аккаунта и всего активированного, у меня получается 104 800. Что касается моей результативности, если бы прем-аккаунта не было, сейчас, блин, успела, зараза, перескочить. Но здесь понятно, твердое, упругое первое место. Что касается нашей результативности по серебру, то вот, пожалуйста, отнимите отсюда бустеры кредитов и вы, в принципе, все поймете. Может и не сильно круто, я использовал немножечко голды на 12 тысяч, но оно того стоило. Ну а если все-таки играть с прям-аккаунтом и с бустерочками, то получается 105, грубо говоря, тысяч серебро. Это не фармер, это коллекционка 10 уровня, поэтому если вы рассчитываете на то, что на нем будете браво серебро зарабатывать, нет. Коллекционки 10 уровня приобретаются для получения удовлетворения от игры. И не более того, но это моя скромная позиция, вы пишите свою в комментариях. Хвалим наших союзников, ну и, как вы видите, абсолютно ничего не делая, не потея, не надрываясь, не психуя и не нервничая, не переживая за то, что меня сейчас отправят в любой момент в ангар, я занимаю первое место в своей команде по урону, причем в победном бою. Что, кстати, является довольно-таки неплохим показателем. И в целом плюс-минус Суперконь вот так играется от боя к бою. Да, бывают какие-то прям совсем сливные бои, когда совсем не повезло, допустим, не повезло с союзниками, но это встречается на Суперконье крайне редко, особенно если вы поймете, как грамотно его использовать, ну и, в принципе, будете, самое главное, прятать свой нижний бронелист и не подставлять свои борта под снаряды своих соперников. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, и параллельно с тем, ребят, всех приглашаю сегодня на вечернюю прямую трансляцию, где я буду разыгрывать прем-танки среди присутствующих на этом стриме. Побежал готовиться к стримчику, побежал снимать следующее видео для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова